Спланео. Сейчас я вышел, конечно, криво, потому что в танго можно по всякому ходить. Не снимай. Но лучше, конечно, выходить по-другому. То есть, вот, я начал, как бы, не дал девочке завершить движение, собрать ноги. Оставил свою копту вместе с девочкой и сам пошел. И так, что партнерша как бы чуть-чуть опаздывает. А потом для завершения я просто партнершу чуть-чуть приподнял. Но самое главное, я сделал так, чтобы объятие доминало мое положение. И через это у нас, видите, всякие штуковины, да, и получаются. Еще мы здесь запоминаем, что мы вот такие все вращения пока делаем в ситуации, когда у нас, ну, направление у девочки перекресток, да. Вот когда у нее нет выбора, чтобы нога двигалась. Потому что если я пойду в обратную сторону, да, то, возможно, вот такая ситуация. Вот, и уже дальше, конечно, там, ну, возможно, движение. Ты снимай, вот смотри, полететь. Ты же вывезешь. Я тебя не умею вывезать. Вот, то есть, это, как бы, ситуация с планел. И мы частично его затрагивали уже, но сейчас просто как или нет. И что надо помнить, что партнер, да, доведя девочку до... На состоянии меняем. До оси. Дальше не дает ей собрать ноги, да, оставляет объятие на месте и сам чуть-чуть отходит в сторону. А после этого уже с таким запасывающим объятием девочку поворачивает. Потом доворачивает до состояния напротив, и мы получаем планел.